Многие поклонники фидерной поплавочной ловли отложили свои снасти до наступления весны. Но нам, жителям мегаполиса, с этим повезло. У нас есть Москва-река. И тема нашей сегодняшней программы – зимний фидер. По традиции начну с прикормки. Зимний фидер, конечно же, отличается от летнего. Но не снастями, кормушками, крючками, а тактикой ловли и прикормками. И сейчас я расскажу о прикормке для зимнего фидера. Здесь у меня четыре состава прикормки. Все кардинально разные. И они совершенно без запаха. Запах я буду добавлять отдельно. Спросите, для чего все это нужно? Я уверен, что многие рыболовы, поклонники, в частности, фидерной ловли, обращают внимание на то, что написано на упаковке. В основном пишут лещ, платва, карась, карп. Но это не значит, что рыба будет ловиться именно та, которая указана. Нужно знать основы. Темная прикормка – это платва. Светлые составы – это карась, карп. И нейтральные составы, примерно карамельных тонов – это все-таки больше лещ. Пришло время все это смешать и увлажнить. Первое – берем светлую прикормку для леща. Это будет наш основной ингредиент, скажем так. Дальше добавим немножко темной прикормки. Она затемнит нашу светлую. Это для платвы. Вот примерно где-то 50 на 40. И добавим прикормку, где много ярких частичек для того, чтобы удержать рыбу в месте ловли. Получилась очень приятная глазу прикормка для того, чтобы удержать леща. Здесь много ярких красных частичек. И она немножко соленоватая. То, что надо нам сегодня. Пришло время увлажнить прикормку и внести дополнительную ароматику. Многие считают, что ароматика зимой противопоказана. Ничего подобного. Добавляйте ароматику так же, как и летом. Но, конечно же, есть свои нюансы. Если летом рыба предпочитает больше ароматы сладких групп, такие как, например, ваниль, корица, либо карамель, то зимой лучше применять ароматы пряной группы, либо рыбной. Вот у меня сегодня будет немножко рыбного аромата и пряного в виде перечного аромата. Сейчас я все это смешаю и увлажню свою прикормку. Сейчас она изначально практически не имеет запаха. Добавляю немножко воды, буквально немножко. И непосредственно в эту же воду наливаю свою ароматику. Вот это рыбный. И немножко перца. Хороший запах никогда не помешает. Получился очень своеобразный аромат. Но я уверен, что зимой рыба это любит. И, конечно же, зимой есть нюанс, что очень холодно, и прикормка долго впитывает влагу. Поэтому, если сильный мороз, прикормку можно, конечно же, готовить заранее дома. Очень вкусно. Ну вот, прикормка немножко впитала влагу, но ей еще нужно долго настаиваться. Сама прикормка очень нейтральная, то есть не отпугнет и осторожную платву, и леща приманит, который будет искать всякие вкусности. Пока прикормка будет настаиваться, мы смонтируем нашу сегодняшнюю снасть. Сегодня я буду ловить фидерным удилищем длиной 3,3 метра с тестом до 50 грамм. Это среднего строя удилища. Очень хорошо гнется на рыбе. Будет приятно вытаскивать. В качестве основной лески у нас намотан шнур диаметром 0,1 и некого рода шок-лидер. Но не классический шок-лидер, который небольшим количеством наматывается на катушку, а примерно полутораметровый кусочек лески, который будет использоваться для того, чтобы скользила наша оснастка. Теперь непосредственно как будет выглядеть мой монтаж. Все достаточно просто. Вот такая вот нехитрая штучка из флюрокарбона диаметром 0,45. С двух сторон зажат обжимными трубочками. На одном конце классическая бусинка. На другом вертлюжок с застежкой, где будет крепиться кормушка. Что мы делаем дальше? Одеваем на наш шок-лидер. Так. Теперь мне дальше надо ограничить скольжение. Что я делаю? Одеваю еще одну бусинку. Вот так. И вяжу, так сказать, ограничитель в виде узла. Но он будет из более толстой лески. Сейчас продемонстрирую. Так, дальше к основной леске привязываю кусок более толстой лески, которая будет служить против закручивателя. Узел здесь, конечно, не имеет значения. В него будет упираться моя бусинка с монтажом. Обрезаем, конечно же, ненужное все. Очень важен еще один нюанс. Длина вот этой части. Как ее правильно вымерить? Для этого нужно одеть кормушку и отступить примерно 5-7 сантиметров и связать петельку, где будет крепиться поводок. Все, монтаж готов. Примерно на 2 литра прикормки я возьму где-то 300 грамм мотылей. Этого должно хватить мне сегодня на рыбалку. И есть хорошая хитрость. Обязательно мотыля хранить рядом с прикормкой. Ни в коем случае не перемешивать вместе все. От опарыша можно сразу добавить. А мотыля лучше положить в краешек емкости. Он так будет дольше сохраняться живым. Если сразу его перемешать с прикормкой, он умрет в течение 10-20 минут. А нам он нужен живой. Ну что, приступлю к прикормиванию. Правило 5 кормушек. К зимой это тоже работает. Я посылаю в точке ловли 5 кормушек без поводка. А потом установлю поводок и буду ловить. Это нужно для того, чтобы избежать ненужных запутываний. Беру немного мотыля и забиваю его внутрь кормушки. Вот он прям у нас видно. Пучок. И выбрав ориентир на противоположном берегу, стараюсь попасть именно в него. Выжидая паузу примерно в 30 секунд, буду делать перезабросы. И так 5 раз, а потом буду сидеть и ждать поклевки. Выбрав ориентир, бросаю на него. После заброса дожидаюсь, когда кормушка коснется дна, натягиваю шнур, считаю до 30 и делаю резкий рывок, для того, чтобы остатки прикормки высыпались из кормушки. Вот. Все легко. И так 5 раз. Точку я закормил, теперь пришло время поставить поводок. Начну с достаточно крупного крючка на леске 0,12. У меня готов поводок метр двадцать, но мне кажется этого много, сделаю сантиметров восемьдесят для начала, а потом посмотрю на интенсивность клёва. Вот ещё один, можно сказать, совет. Лучше поводки делать более длинные. Укоротить его буквально секундное дело, а вот удлинить уже гораздо сложнее. поэтому лучше поводки делать заранее и более длинные. Насаживаю опарыша и двух мотылей. классический бутерброд трёх насаживаю маленькие какие-то мотелики. взбиваю поплотнее кормушечку. но с богом. Дожидаюсь пока коснётся дна. Всё, коснулось. Ставлю фидер на подставку и ждём. Отклюнул наконец-то кто-то некрупный, но всё равно рыба. Сейчас узнаю кто. Похоже на кого-то небольшого. непонятная рыба и на плотву похоже подлещик. Плотва похожа. Да, русскворецкая плотва. плывёт. Зима, туман, Москва, река. Клюёт вот такая плотва. Рыба на прикормку плывёт. Прикормка у нас сегодня специальная, зимняя. С запахом перца и рыбы. Ловится на опарыша с мотылём. Зимой тоже можно ловить на фидер. внеся какие-то коррективы. О, окунёк. Активный зимний хищник. О, заглотил хорошо. Кстати, если бы клевали окуня грамм по 200-300, удовольствие было бы гораздо больше, чем от ловли плотвы или подлещика. На самом деле, просто окунь очень хорошо сопротивляется. Хоть и небольшой окунь очень хорошо сопротивляется. Его приятно вытаскивать. Вот если бы клевали вот такие, а лучше ещё раза в два больше, вот это было бы, конечно, удовольствие. Но у нас таких, как у ней, все съедают. Забирают домой и съедают. А ещё хуже, если забирают домой и не съедают. О, есть. Тут даже покрупнее. пытаются сопротивляться. Ого! Здесь вот бровочка под берегом, поэтому я стараюсь удочку держать как можно выше. Красавец какой! О! Вот он. Какой пасть. Он уже неоднократно был у кого-то на крючке. Все губы оторваны. Порваны. Куска вообще нету. Возьмем, возьму как спиннингист. Видно, что он уже побывал. Губы нету. Плавник оторван. Поэтому в Москве реке есть рыба, что её ловят и отпускают. Знаю, что она несъедобна. Вот. Наклюнул на пять мотылей опарыша. Если делать всё правильно, то мороз нипочём. да, затянуло всё туманом. Даже ориентиры не видно на противоположном берегу. зимой на москва реке такое бывает. Холодно. Наверное, очередная плотва клюнула. Но кто-то мелкий. о, ёрш или бычок. О! Бычок москворецкий. Где-то экстрактор потерялся. Вот он. такой зверь зубастый. Рукомёрнее. Да. Пускай пока там поплавает. Какая хорошая плотвичка. Вот. Отличная плотва. Нюанс сегодняшней ловли был для меня очевиден. Вот смотрите. Монтаж просто отработал на 100%. Поклёвки были очень чёткие уверенные. А вот нюанс кормушки был очень-очень заметен. Ловился сегодня двумя кормушками. Вот сначала вот такой сеткой, а потом вот такой полузакрытой кормушкой. Вот что происходило. Вот эта сетка, которая падала на дно, очень быстро размывалась прикормка и потихонечку начинала тащить кормушку. Тем самым крючок с насадкой смещался далеко от прикормочной точки. А когда я поменял кормушку, поставил более закрытую, прикормка из неё вымывалась немножко медленно. И когда начинала нести кормушку течением, как раз потихонечку-потихонечку освобождалась прикормка. И насадка попадала прямо на шлейф прикормки. И как раз когда я поставил вот эту кормушку и начался активный клёв. Приплыли и окуни, и платва стала клевать, и даже двух подлещиков поймал. Ну вот сегодняшний улов. Назвать его огромным трудно, но всё равно клюнул вот такой прекрасный окунь, который здесь уже неоднократно ловили. Прекрасная платвичка такая. Подлещики. Так что зимняя рыбалка на фидер не менее интересна, чем летом.